Дорогие друзья, сегодня мы находимся на стенде моторов Ефима Бесси и хотели проконсультироваться у представителя стенда Валерия Вячеславовича Негодяева. Сейчас мы пригласим Валерия Вячеславович, расскажите нам, пожалуйста, специфику двигателя непосредственно 9,8 лошадиных сил. Хотим мы его рассмотреть по сравнению с 9,9 лошадиных сил. Я смотрю, что капоты совершенно разные. Ну, принципиальное отличие моторов Первое – это вес и, соответственно, рабочий объем. Ну, точнее, рабочий объем, и оттуда уже выходит вес. Этот левчик, мощность у него фактически такая же, поскольку 9,9 – это под задушенные 15,7 лошадиных сил. Ну, к 15,7 лошадиных сил мы еще перейдем. А можно нам вот приоткрыть капот и посмотреть, что находится вообще внутри двигателя? Так, внутри мы видим вот такую конструкцию. Это, значит, пикстартер у нас, да? Маховик расположен здесь. То есть двухцилиндровый двигатель. Это полноценный двухцилиндровый двигатель. Рабочий объем 202 кубических сантиметра, в отличие от 9,9, у которого 246 кубических. Диаметр ход поршня 53 на 42 отставить. 54 на 44. Вот это будет интересно, наверное, когда мы будем сравнивать вторую модификацию, да? Значит, здесь пряменное электронное зажигание, насколько я понимаю, да? Естественно, да. То есть, имеет место быть катушка, фильтр топливный, карбюратор мы видим. Ну, в общем-то, двигатель достаточно прост, я думаю, и открыт для эксплуатации и обслуживания. Теперь давайте рассмотрим, значит, 9,9. В принципе, наверное, мощность-то та же самая. Вот. Ну, я смотрю, капот уже выполнен несколько по-другому. Представляет собой уже модель более похожую на 15 лошадиных сил. Следующую. И вот, как вы говорите, специфика ее в том стоит, что она, значит, задушена. А чем задушена, в общем-то? Вот. Что там? Можно прокрыть крышечку, если можно? Так. Ну, мы тут видим, в принципе, да, уже более, так сказать, мощный двигатель. Тоже самый ручной гикстартер сверху находится. А, более такая разветвленная сеть управления заслонками, карбюраторными. Так, в принципе, фильтр, ну, ну, по идее, так же расположенный фильтр, но немножко, так сказать, другой модификации. Тоже двухцилиндровый. 246 объем. Значит, у него уже объем 246 кубиков. То есть это карбюратор, там что-то другой применен или еще что-то? Ну, скорее всего, да. То есть это диаметр жерклеров рабочих, соответственно. То есть, слегка расширенные характеристики, значит, у 15-ти лошадиного двигателя, который вот здесь представлен на стенде Ямабиси. В принципе, они очень похожи. Абсолютно одинаковые. Да, причем, значит, длина, значит, хода поршней и сами диаметры поршней, они те же самые. Ну, по-моему, да. Как только я понимаю. Вот. Единственное, что характеристики чуть зажаты с жерклером. Вот таким образом, значит, сегодняшний обзор по двухтактным моторам Гемабиси, которые предложены вам для приобретения в качестве самых надежных и самых недорогостоящих двигателей на сегодняшний момент. Спасибо огромное за консультацию. Понятно. Спасибо. 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 Спасибо.